Здарова, братаны и братанессы! Перед началом моего рассказа я хотел бы вас попросить оставлять как можно больше комментариев и по возможности распространять это видео, вот удивительное. Потому как именно эти действия могут стать спасительной ниточкой для моего канала. Ведь ютуб похожих мне не любит. А если он меня не будет любить, то придется плакать. Вот так вот. А плакать я не хочу. Так что спасибо вам заранее за понимание и помощь. Так вот, я решил все же рассказать вам ту жестковатую историю, о которой говорил раньше. Понимаете в чем дело? Вот вы смотрите видео и радуетесь, мол, ой, какое здоровское видео, как жаль, что они не выходят чаще. Но спешу вас заверить, что зачастую люди, ответственные за создание таких вот видео, работают в поте лица и тратят огромное количество времени. И именно эта одержимость сыграла со мной злую шутку. Я в последнее время довольно часто начал ездить на дачу на два дня примерно. Делаю я это исключительно для того, чтобы рисовать там фреймы для видоса. Потому как на даче я не отвлекаюсь на кудахтер, да и в принципе там меня ничего не отвлекает особо. И вот бывали моменты, когда я, начиная с часов 13, рисовал до позднющих 4 часов ночи. Причем я почти не тратил время ни на еду, ни на воду. Вот так я был завлечен работой. И так в действительности увлекаются многие. Контент-мейкер бывает тратит вообще все свое свободное время. Ведь для того, чтобы сделать хотя бы половину визуала для истории, требуется полный день. Целый. И то половина часто не набирается. А ведь нужно еще время для написания текста, его записи, вставки статики, поиск футажей и так далее и тому подобное. Но вот я, видимо, границы в этом не видел. Ведь в голове висело «Надо вскорее сделать видео, просматривающие ждут, надо быстрее закончить». И такая вот история приключилась со мной в момент создания видео про школьную хулиганистость. Я, как обычно, зафакапил временно покушать. И мой организм решил, что все, хватит, не выдержу больше. Пошел в задницу мистер тело и мистер севочка. И в итоге произошло то, что произошло. На тот день я запланировал рисовать еще больше. Но совершенно все мои планы легли под нож. Они просто были порушены. Потому что голова начала кружиться, желудок болеть, а мистер организм нажал на спусковой крючок и выпустил гадость. Да, возможно, вы успели догадаться, меня рвало. Притом очень долго. И, блин, так противно, знаете, вот это вот рвота в носу, вот этот привкус. И так продолжалась большая часть моего дня. Меня рвало, потом рвало, а после еще и рвало. И в итоге мало того, что я задачу на день не выполнил, так еще и чувствовал себя максимально ужасно. Футболка заблевана, телефон заблеван, все заблевано. С того момента я решил, что это меня не особо устраивается. Ну, мне не очень нравится кушать рвот, я имею в виду. И теперь я как бы начал думать о себе и своей потребности в пище и в воде. Создание видео, это, конечно, отлично и здорово. Но если уж не кушать, не пить и не двигаться, то можно сказать прощай нормальному здоровью и организму в частности. Я серьезно, мужики и мужичесы. Если вы не будете следить за собой, то кто будет? Конечно, пока вы дети, за вами может следить мамка или батя, пинать вас под жопу. Но в целом, если вы не возьмете себя в руки, то никто не возьмет. Я вот, например, это понял, но как видите, поздновато. Но, по крайней мере, я начал куда чаще тратить время на еду, воду и движение. Ведь, как я уже говорил, видеовиде вам, а кочуриться раньше времени не хотелось бы. Кто ж вам истории рассказывать-то будет? Ну да. Короче, как бы вам не хотелось, а вот кушать и пить надо. А то пускаем все на самотек, а после придет время, вы будете старым стариком. Вот видите? Это вот вы сидите. Рядом будет сидеть умный и наевшийся старик, а вот вы будете выглядеть примерно вот так. Это вот вы представляете? Кошмар какой, как вы себя довели до этого? Ведь ваш организм за столько лет так прифигеет, что тупо самоуничтожится. Пшшш! Пау! Вас больше нет. Рафлан Поминки. Ладно, всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь, кликайте колокольчик, а то иначе вы как бы не будете в курсе, что там с видосами происходит. И пожалуйста, умоляю вас, помогите мне. Не забывайте про комментарии, это очень важная штука. Ну и продвигать видео тоже не забывайте, пожалуйста. А ещё прибегайте в группу, если хотите, и на трансляции. Все ссылки в описании. Удачного остатка дня. Увидимся когда-нибудь. Субтитры подогнал «Симон»